Я вот это интервью записывал еще тогда, когда Александр Глебович Невзоров, к моему огорчению, не расчехлился до такой степени, как сейчас, то есть не оказался просто в человеческом отношении мразью. Но при этом, не устану повторять, он гениальный репортер. Вот в нашем ремесле он, конечно, гуру, никуда от этого не деться. Просто медиа-идиолог Марина Вискова на права, что талант не облагораживает своего носителя, поэтому он может быть просто супер-пупер-гидиальным, но подонком. Так вот, песня совсем не о нем. Песня о Милонове. У них с Александром Глебовичем есть некая предыстория, и я себе не отказывал в удовольствии эту тему немножечко помуссировать. И Милонов, по мне, хорошо зажигает вот этот его тезис про слугу сатаны и все прочие моменты. Он отрабатывает. То есть он вот в своем амплуае, он тоже в хорошем смысле, в хорошем смысле он тоже невзоров. Так вот, насчет православия. Вы знаете, что Александр Глебович Невзоров, вам хорошо знакомый, ваш земляк, употребляет термин «православие головного мозга». Как вы можете прокомментировать его вклад в дело пропаганды религии? Ну, я ему, крайне говоря, даже благодарен, поскольку его нравственный вождь, его нравственный хозяин, ну, сатана. А, я думал, Борис Абрамович Бересовский. Да, слушайте, а это все одного черного поля черные тюльпаны, поверьте. Так. Одного помета, так сказать. Он же наградил его даже внешним сходством с сатаной. Посмотрите, как он одевается. То есть вот видно сразу, что человек, ну, для меня все очевидно. Он одержим бесами, он ненавидит веру, ненавидит Бога. Вот. И вот эта ненависть, она у него гипертрофирована. Для любого нормального человека его доводы являются ужасающими. И можно сколько угодно смеяться над одним или тем неудачно говорящим проповедником, или священником, или вообще каким-то бездаром, типа меня. Но Александр Глебович, он настолько искренне ненавидит. Искренне, вы считаете? Да, искренне, искренне ненавидит, вот, что у него это уже вот метаморфозы некие происходят и внешние. Но, я думаю, ну, сатана нужен как вечный страх для христианина. Поэтому Александр Глебович, это олицетворение того нового, условно говоря, нового, так сказать, веяния ненависти ко всему российскому, русскому. Вот, ведь он же не может остановиться только на православии. Он же попросил себя исключить из списка русских людей. Он сказал, что мне стыдно быть русским и так далее. Ну, в общем, обсуждать Александра Глебовича, наверное, много я не хочу, хотя бы потому, что, ну, это человек своих убеждений. И, ну, он искренен в своей ненависти. Так что, был даже смешной эпизод, когда мы с ним спорили на телевидении, а после этого придумали историю с каким-то отцом Пегидием, который якобы там, вот он там, мне что-то сказал, я как бы согласился. Ну, в общем, смешно было. Конечно, фейк. Но это, безусловно, символ такого вот христианофобства. И вообще, как бы традиционалистской фобии. Ну, поэтому не могу на нем много ничего сказать. Я помню его другим. Я помню его по питерской тусовке. Да, я тоже помню его другим совсем. Совершенно таким милым минорным мальчиком. А почему, вот как вы считаете, почему в Питере все время вот это вот все происходит? Вот такие люди, как Невзоров, революции там происходят. Вот это из-за того, что это на крови Петр создавал, и там столько людей положили. Почему-то такое вот исчадие зла, вот этот город на Неве, где рождаются все время какие-то идеи, вот какие-то такие невзорвые, скажем так. Петербург очень мистический город. Он полон легенд, полон загадок и трагизма его основания. Петр Первый сделал такой очень оригинальный шаг. И, в общем, для меня это все очевидно там, безусловно. Это, вы понимаете, это излом двух цивилизаций. Нормандской цивилизации, пришедшей, так сказать, на место восточно-германской цивилизации, то есть славян. То есть это место вторжения, место тектонического разлома культурного. Ну и, конечно, загадочные финские болота. Ведь финны всегда славились, финские женщины, теми, что они были ведьмами. И многие наши предки, норманы, они брали себе жены с Финляндии, потому что были, ой, черовницы такие, ой, бабки были и тетки такие смешные. Так что, ну это все естественно, поэтому это мистицизм. Ведь в Петербурге два храма построены масонами, например. И все смеются, говорят, ой, там дурачок про масонов заговорил, там чучело Богданов какое-то волосатое высовывается. Ой, я масон. Петрушка ты, а не масон. Масоны это те, кто никогда в жизни про себя не скажет, что они масоны. Они есть. Такая серьезная структура. Но когда я впервые это озвучил, мне сказали, слушай, не трогай. Не трогай, обратку получишь. Ну, ладно. Так вот мне кажется, что в Питере вот есть какой-то вот этот комплекс вот этой вот недостолицы. Вы очень ревниво, вы про Москву любите, что она купеческая, там мусульманская, жирная, тупая. А что у вас это вот... Как это снобизм. Это петербургский снобизм. Нам обидно, больно. Тут есть такой, да? Нет, просто надо воспринимать это как детскую обиду такую. Как психологическую травму детства. Но у нас мы очень разные с москвичами. Но, к сожалению, мы перестаем быть с хорошей стороны разными. У нас многие плохие вещи тоже появляются в Петербурге. Поэтому... Но Петербург это особый дух для меня. Безусловно, Петербург это эталон русского языка. Это, в общем, колыбель русской культуры, дворянской культуры. Потому что Москва никогда не была дворянской столицей именно вот в плане, так сказать, эпохи Возрождения. Эпоха Возрождения России это Санкт-Петербург. Она была купеческой, она стала советской. Она... Москва. Вот не было, не было, понимаете. Вот Тициана не появилось, вот нравственного Тициана московского. Это все Петербург. Рембрандт фан Рейн, понимаете, это все. Это вот все смешалось в Петербурге, таком вот фьюжине таком, эрмитажа и русского музея. Так что, ну, надо понимать, что нельзя жить одним своим снобистским отношением к Москве, потому что, ну, тогда ты становишься каким-то чудиком непонятным. В Москве очень много всего хорошего. И я вырос... Слушайте, ну, Москва, во-первых, душевная вот своим русским купечеством. Да, оно размытое, его тяжело найти, но оно есть. Москва, безусловно, город неленивый, в отличие от Петербурга. Петербург ленивый? Мы лентяи вообще, это наша патология, вообще это тайна, конечно, мы никогда об этом не говорим. Мы очень ленивые, мы медленные, неторопливые. Близость финнов и эстонцев чувствуется, так сказать, это движение по кругу не более трех раз, знаете. Ну, мы другие люди, и вы-то вас цветные такие, давай. Ну, правда, в Москве присутствует дикая неискренность. Вот мы там можем друг друга ненавидеть, любить там, да, хотя непонятна причина, этимология для этой ненависти и любви. Вот, но, а в Москве же непонятно, с кем общаться. Ты не понимаешь, кто к тебе хорошо относится, кто плохо. Скорее всего, думаешь, ну, наверное, скорее всего, плохо относятся. Говорят, брат, обнял, на связи, все, ВКонтакте, все, 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 обнимаю, обнимаю, все, все. Это же безумие какое-то, это действительно, ну, вот, не знаю, рублевка какая-то, вот, прошу прощения за слово рублевка. Поэтому для меня это необычное, я не понимаю, я как Фросси Бурлаков у себя ощущаю, а где же душа, а поговорить. Вот, ну, вот, к сожалению, не повод для знакомства, да. А вот ваше заявление, что вы хотите, чтобы было как в Грозном, и в Питере, и в Москве, это имеется в виду... В смысле, чтобы все чечены жили там? Я вот что, да, вот я и хочу узнать, что имелось в виду, что вам нравится в Грозном, и что из Грозного, какие элементы, ну, необходимы в столицах. Ну, я не помню, чтобы я так... Я помню, я готовился. Именно так сказал, нет, в Грозном, безусловно, мы должны равняться на Грозный, как на город, где самый низкий уровень преступности в России. Это место, где девушка может без опаски ходить по улицам, где ее пальцем никто не тронет. Это место, где нет детских домов. Это место, где очень тяжело купить алкоголь. Это хорошо? Конечно, хорошо. Мы деградируем. Знаете, я, ой, поверьте, я сам вам могу про вино рассказать, про то, как прекрасно там вино, там хорошо, но давайте признаем факт, что мы спиваемся как нация. Мы можем сколько угодно говорить про великие русские ценности, но когда половина страны лежит... Разве не всегда так было? ...в собственных экскрементах. Не, не всегда так было. Разве не Петр вообще взял это? Давайте на нашего Петра Алексеевича можно списать, конечно, многое, но раньше-то, в общем, брали корову, молоко там доили, на лошади пахали, а теперь все лежат, деградация полнейшая. Вот теперь это с какого вот периода, по Милонову, вот когда... Ну, с Ельцинской эпохи. То есть это святые 90-е. Да, святые 90-е пришли с антиагиасмой спирта-рояль, и с попыткой ухода от действительности не через преодоление этой действительности, а через наркотическое, алкогольное забвение. И я считаю, что те люди, которые придумали декриминализировать употребление наркотиков, это, конечно, депутаты сатаны. Реально. Вот эти люди, они обрекли Россию на большие проблемы. Я считаю, что вот была бы моя воля, я бы, во-первых, провел бы тестирование всех госслужащих на предмет зависимости. Согласен. Значит, я написал в правительство, давайте мы проверим хотя бы на наркотики депутатов и, ну, не высших, но, как бы, управленцев. Ну, почему? Мы же должны понимать, что если человек наркоман, какой он может быть глава муниципального образования? Он будет думать о наркотиках, о дозе, о выгоде, соответственно, о бабках, поэтому он будет воровать. Мне написали, не надо. Как не надо? Что? Разве я что-то плохое прошу? Не надо. Я не понимаю, почему? Боятся кого-то тронуть? Не знаю, у нас президент вообще за здоровый образ жизни, у нас нормальные люди все. Вот, поэтому это реально проблема. Вот, потому что алкоголик, он же не просто сам по себе человек с этой проблемой. Он может с ней справляться прекрасно, но он будет допускать существование алкоголя и наркотиков, как, ну, как бы, нормальной части общества. Всю Россию проверить на наркотики. Всю. Вот и до. Всю прям Россию? Всю, да. Мы только что говорили про верхушку. Про верхушку на алкоголь. А теперь уже всю. Да, на всю Россию проверить на наркотики. Значит, всех наркоманов всех изолировать. Либо, значит, кого можно вылечить. Куда же их изолировать? Вы поймите, вот, меня многие, кстати, критикуют, даже владыка Пантелимон тут сказал на одном собрании, он, правда, не слышал моего выражения, но меня критиковал, что я плохо отношусь к наркоманам. А я хочу сказать, что, знаете, наркоман – это человек, у которого вселился дьявол. И давайте мы не будем разделять все эти европейские тренды о том, что это люди другой ментальности, реальности. Это люди, которые готовы убить вас, свою собственную мать и своих собственных детей ради дозы. То есть наркомания должна быть признана… И не надо их расстреливать. Нет, это не надо. А, не надо. Но наркомания должна быть признана социально опасным заболеванием. К ним надо относиться как к психам в острой форме заболевания. То есть их надо защитить от общества. Вернее, общество от них. Почему мы сейчас, говоря о гуманном отношении к наркоманам, не думаем, что мы должны гуманно относиться к детям, которые с мобильным телефоном идут из школы, и эта скотина, это животное бесовское, нападает на ребенка, еще может его и побить, и избить, чтобы отнять у него телефончик его и продать за дозу. Чтобы он сдох от этой дозы, понимаете. Я искренне ему желаю смерти. Я искренне ему желаю, чтобы каждый отнятый у бабушки кошелек, мобильный телефон у ребенка, зарплата у женщины или у мужчины обернулись для него смертью. Потому что он не заслуживает жизни. Не надо его расстреливать, его Господь сам накажет. Но, как государство, мы обязаны сейчас защитить тех, кто еще не подвергнут этой заразе от этих уродов. Каждый наркоман делает вокруг себя кучу наркоманов. Поэтому провести тестирование всей страны на наркотики, значит, со всей госслужбы, со всех управленческих должностей, поганой метлой выгнать их. Наркоманов, заядлых алкоголиков. Ну, алкоголики там сложнее, понимаете. Там есть люди-то талантливые, алкоголики бывают, и мы знаем, что... А с наркоманами разве не бывает? Наркоман всегда подонок. Понимаете, это болезнь, которая мешает человеку принимать адекватные решения. Это болезнь, с которой практически невозможно справиться. Так все-таки, значит, это болезнь. Это, значит, наркоман, это человек больной. Да, больной. Он больной. Его, значит, надо лечить, а не наказывать. Его надо исцелять. Наркомана вылечить невозможно. Давайте я вам признаю. Единственный способ вылечить наркомана, как бы, приговор в его излечении, это крышка гроба. Это правда. Эти люди... Нужно возвратить ЛТП. Надо всех алкоголиков... ЛТП это лечебно-трудовые... Да, лечебные лагеря. Такие трудовые лагеря, потому что сколько матерей, старушек, мучается из-за того, что их сыночек, которого они не смогли воспитать, стал пить, отнимает у нее пенсии. Защиты никакой нет. Закон не на ее стороне. Она приходит к участковому. А что участковому до нее дело? Нет никакого. Он кого? Он говорит, вас не убил еще? Он говорит, нет, вроде не убил. Ну, тогда что я к вам пойду? Вы когда будете там при смерти лежать, когда он вас изобьет ногами... Так закон вы говорите. Это ведь ваши прерогативы. Изготавливайте закон. Так я и предлагаю закон. Значит, если человек тунеядец, если он алкоголик-тунеядец, не просто тунеядец, мы же не как Александр Григорьевич мыслим, да? А мы как нормальные люди говорим, что нет. Если он алкоголик-тунеядец, тащит все из дома, ведет антисоциальный образ жизни, значит, его надо наказывать принудительными работами сначала. Сначала сказать, так, чувак, иди поработай полгода в колхозе или на полях, или где-нибудь на стройках, там, подумай над своим поведением. Если нет, значит, лечебно-трудовой профилакторик, где ты будешь жить без алкоголя, трудиться, и, может быть, тогда единственный шанс будет исцелиться, если ты поймешь, насколько ты низко пал. Ну, естественно, мы должны реформировать, конечно, систему тюремную при этом, потому что я считаю, что наша тюремная система негодяйская, она бесчеловечная. Знаете, я как православный человек каждый день вспоминаю находящихся в тюрьме, потому что мы всегда молимся утренним правилам, в том числе и находящихся в тюрьме. И давайте вспомним фильм «Сибирский цирюльник», помните, там кто-то его может критиковать, но мне нравится. Когда они шли по этапу, они помолились, и видно отношение сочувственное конвоиров к этим несчастным осужденным, надо возродить в системе тюремной милосердия. И во главе тюремной системы России должен стоять не полицейский, не там какой-то это главное, а должен стоять человек, который будет относиться с любовью и милосердием к этим людям. А у вас есть такая кандидатура? Я вас перебью. Ну, а себе не... Знаете, я бы тоже мог, но просто на все меня не хватит. А вы готовы? Нет, но меня на все не хватит просто, конечно. Но я считаю, что это должен быть человек, может быть даже священник, духовное лицо, которое будет относиться, вот именно, которое будет видеть, что это система не исполнения наказаний, а система перевоспитания, система, когда государство и общество будет относиться к этим людям, как к ошибающимся людям, заблудшим, и чтобы эти люди в результате тюремного заключения не выходили злыми на весь мир, а понимали, что общество простило их ошибку, за которую они, кстати, заплатили высочайшую цену, а не были лишены свободы. А у нас же совсем все не так. Пытают людей, издеваются над ними, это правда. Это не мировая практика, разве, подобного рода? Слушайте, мне наплевать на мировую практику, но, знаете, вот есть такой парень, который на острове Утойя в Норвегии там устроил политический арт-перформанс некий, да, там, ну вот, к сожалению, убил многих людей, я не одобряю убийство ни в какой степени, но вот у него, он был доведен до степени, конечно, такого эффекта. А это его довели? Да, ну, конечно, его довели до степени аффекта, вот, и он, ну, вот он сейчас содержится в квартире, он убил там сколько-то человек много, 70, да, а он, бреевик, живет в квартире с интернетом, еще и учится. Это, конечно, перегиб, да, потому что это такое либеральное слишком отношение к заключенным, но должно быть милосердие в обществе, вот его у нас нету. Мы же спокойно, мы же, общество крайне лицемерное, крайне жестокое. Мы сидим, у нас щеки набиты, как у хомяков, у нас все в шоколаде. Ну, не у всех же. Ну, понимаете, в более-менее, у кого-то залита горляка, у кого-то там это подвение пущено. Поэтому мы смотрим спокойно, там, на аборты, говорят, ну, это не время, запретами ничего не решишь, говорит министр здравоохранения, согласен. Так давайте мы убийства разрешим, запретами же ничего не решишь. Уголовный кодекс вообще отменим, вообще подчистую, потому что это одна система запретов. Вы передергиваете. Ну, как передергиваете? Я считаю, что аборт это убийство человека, поэтому оно не должно существовать. Просто вот мы, дайте попробовать, вы увидите, как Господь изменит свое отношение к нашей стране, если будут запрещены аборты. Он изменит, он благословение свое пустит на страну, которая... Есть много стран, где запрещены аборты, и что-то... И что, неплохо там живут, понимаете? Вот, вот когда отворачиваются люди от этого, вот происходят напасти, и казни египетские, понимаете, бедствия. Набегают черные армады мигрантов, гомосексуалистов и уничтожают эти страны. Что вы думаете через там... Мы будем говорить, что посмотрите на Европу, она такая хорошая, ухоженная. А почему она красивая и ухоженная? Да, почему? Что думаете, либералы ее такой сделали? Да, либералы это шкеты, это шпана, это детишки, это, как это называется, Мара Багдасарян. У нее папа работает 24 часа в сутки, а она колесит и прожирает его бабки. Вот Европа это те, кто сейчас пользуется деньгами и капиталом, и индустрией, потенциалом, которые были накоплены как раз самыми консервативными людьми. Понимаете, Конрадом Аденауэром, Людвигом Эхардом, Альчадо Дегаспером. Это вот люди, которые были полны традиции христианского подхода к построению общества. Они создали богатую Европу. А эти все просто транжиры. Вы знаете, я вот просто вижу сейчас нашего зрителя, не общего зрителя, они среднестатистического имеют, но каких-то зрителей вижу, которые слушают вас и думают, Милонов популист. Но даже если так, я должен сказать, что вы потрясающе интересный и яркий собеседник. Огромное вам спасибо.